Ну, здравствуйте, дорогие дамы и господа. Наконец-таки я собрался силами и решил начать делать новый видеокурс, который будет посвящен программе, всем известной и очень популярной, Adobe Photoshop. Сейчас, на данный момент, как я записываю это видео, вышла новая версия. Это Photoshop CC, как мы видим, да? Ну, у меня такой версии нету. У меня сейчас, на данный момент, стоит версия CS5, но, в общем-то, эти все версии не так уж и важны, потому что Adobe Photoshop, он, в принципе, во всех версиях довольно-таки одинаковый, потому что интерфейс там во всех версиях, ну, практически один и тот же, да? Если вы научитесь, например, хорошо работать в версии CS5, то вы также хорошо будете разбираться и в начальных версиях, и в последующих. Единственное различие в том, что, ну, в более ранних версиях, да, там, как бы, поменьше функций и не так четко работают программы, вот, первые версии особенно, там просто вот Adobe Photoshop был, потом там пошли CS3. Вот у меня примерно год назад стояла версия Adobe Photoshop CS3. И вот после этого я решил поставить версию CS5. И различий не так уж и много в этих версиях. В некоторых моментах даже мне нравится больше версия CS3, нежели CS5. Но, все-таки, прогресс не стоит на месте, поэтому я решил с CS3 версией попрощаться и установить новую CS5. Так, ну, не знаю, если вы довольно-таки такие богатые люди, да, то можете скачать эту версию Photoshop CSS, ну, там, современную, с официального сайта. Естественно, эта программа не бесплатная, даже далеко не бесплатная. Она, что-то там я слышал, сколько-то тысяч долларов даже стоит. Ну, не буду вам врать, короче, не знаю. Ну, в общем, она денег стоит, таких немалых, если вы собираетесь устанавливать лицензионную версию этой программы. Ну, я человек такой, не очень богатый, поэтому я скачал, ну, сами знаете откуда, да, там, сварезников каких-нибудь. Поэтому выбор за вами, откуда вам скачивать этот Adobe Photoshop. Так, ну, вот так вот выглядит иконочка. Это Photoshop CS5. Ну, давайте, значит, запускать эту программу. Вот так вот она запускается. И вот мы попадаем в интерфейс данной программы. Этот видеоурок такой я делаю как ведение, поэтому ничего вам тут сейчас особо рассказывать не буду. Могу вам сказать, что мы будем тут сначала разбираться с базовыми вещами. Разберем вот эту панельку, вот эти все функции. Мы с вами тут все эти опции пройдем. Ну, в общем, все, что связано с ведением там сайтов, созданием сайтов, там, с редактированием картинок. Ну, короче, с деятельностью в интернете. Вот все, что связано с этим, там, с интернет-бизнесом и так далее. Вот это все мы с вами затронем. Естественно, как вы понимаете, программа Adobe Photoshop сама по себе такая, ну, очень сложная, очень громадная. Полностью ее изучить, наверное, невозможно никому. Ни один человек, наверное, не знает в совершенстве эту программу. Тем более, что в этой программе работает столько людей разных профессий. Там дизайнеры, веб-дизайнеры, фотографы. Там всякие, короче, уйма всяких профессий. И каждый тут может что-то свое делать в этой программе. Поэтому мы с вами будем проходить только такие базовые вещи для начала. А потом постепенно будем углубляться в эту программу. Ну, короче, если вы изучите хорошенько вот этот мой видеокурс, который я начал делать, то в Photoshop вы будете разбираться, ну, плавать в этой программе, как рыба в воде, короче. Так, ну, наверное, все, что я хотел сказать в этом вводном видеоуроке, я сказал. В следующих видеоуроках уже начнем понемножку осваивать по чуть-чуть, по чуть-чуть, маленькими шажками. Эту программу будем, короче, мы изучать. Ну, а пока что давайте до следующих видеоуроков.